Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». И сегодня у нас в гостях заместитель, руководитель управления ФНС России Паризанской области Минко Михаил Леонидович. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Можно сказать, у нас традиционная с вами встреча осенью. Мы напоминаем рязанцам, что 1 декабря срок уплаты имущественных налогов физическими лицами. И, собственно, поэтому обсудим с вами основные моменты, разъясним. Сколько уведомлений на уплату налогов в этом году сформировано налоговыми органами Рязанской области и изменилось ли количество удовлетворений, подлежащих уплате, по сравнению с прошлым годом? Да, действительно, срок уплаты налогов не изменился. Налог на имущество физических лиц, транспортные, земельные налоги необходимо уплатить в этом году не позднее 1 декабря, как обычно. В настоящее время кампания по уплате имущественных налогов в самом разгаре. Большинство граждан Рязанской области налоговое уведомление на уплату имущественных налогов уже получили. Те, кто был подключен к личному кабинету налогоплательщика, получили их в электронном виде еще в сентябре месяце. Ну и по почте практически 95% наших граждан тоже уже получили эти налоговые уведомления. Несколько слов о статистике. В этом году было сформировано 650 тысяч налоговых уведомлений. Это на уровне прошлого года. Из них 226 тысяч – это более 40% направлено в электронном виде в личные кабинеты. В связи с чем можно сделать вывод, что рязанцы больше пользуются электронными сервисами, взаимодействуют больше именно в электронном виде с налоговой службой. Для сравнения, в прошлом году этот процент составлял 31. То есть 31% наших граждан в прошлом году получали налоговые уведомления в электронном виде. Если говорить об исчисленной сумме налогов, то она в целом по Рязанской области составила 2,8 миллиарда рублей. Это на 16% больше, чем в прошлом году. По количеству объектов налогообложения у нас также увеличение. Земельных участков стало примерно на 3 тысячи больше. Объектов капитального строительства на 20 тысяч больше. И если говорить о транспортных средствах, их количество увеличилось на 7 тысяч. Такие значимые, ощутимые перемены. А вот есть ли изменения в порядке исчисления уплаты имущественных налогов физических лиц в этом году? Существенных изменений нет. Если говорить, например, о налоге на имущество физических лиц, то так же, как и в прошлом году, он рассчитывается по прямой формуле, без применения каких бы то ни было понижающих коэффициентов. И при этом используется правило, что в следующем году налог по конкретному объекту не может быть больше предыдущего, более чем на 10%. Соответственно, такое же правило действует и по земельному налогу. Уже на протяжении долгого времени квитанции об уплате в составе налогового уведомления не направляются. Вся необходимая информация о том, как оплатить налог, находится в самом налоговом уведомлении. То есть, это QR-код, штрих-код и индекс документа, так называемый УИН, с помощью которых можно произвести оплату. Что в этой связи еще хочется отметить? В том случае, если объект налогообложения у гражданина подлежит льготе, он имеет льготу по данному объекту налогообложения, то такой объект в налоговом уведомлении не отображается. Поэтому, если кто-то из граждан не увидит объект, по которому предоставлены льготы в налоговом уведомлении, ничего страшного, так должно и быть. Соответственно, если у лица все объекты подлежат льготированию, то такое налоговое уведомление в принципе не формируется и не направляется в адрес налогоплательщика. Те налоговые уведомления, общая сумма налоговых обязательств, по которым менее 100 рублей, также не направляются в адрес наших граждан. И те лица, которые являются пользователями личного кабинета, налогоплательщика для физических лиц, соответственно, тоже не получают налоговые уведомления по почте. Они получают их исключительно в электронном виде, если иного не захотел сам пользователь. То есть, в принципе, в настройках личного кабинета можно также настроить этот сервис таким образом, чтобы уведомления приходили и в бумажном виде тоже. Налогооблагаемые объекты, он знает точно, что по ним должен был быть исчислен налог, но до сих пор не получил налоговое уведомление, то в таком случае необходимо обратиться за получением налогового уведомления в любую налоговую инспекцию или в МФЦ. Если же он получил уведомление и не согласен с исчисленной суммой налога, то ему также необходимо обратиться в налоговую инспекцию, но в случае с земельным налогом и налогом на имущество физических лиц нужно обратиться в налоговую инспекцию по местонахождению объекта собственности, а в случае с транспортным налогом – по месту жительства. Какие способы имеются уплаты имущественных налогов, и как это удобнее всего сделать? Как я уже говорил, соответственно, в налоговом уведомлении по каждому виду налога имеется отдельный QR-код, штрих-код и так называемый УИН. При помощи одного из этих штрих-кодов или вот этого уникального номера можно произвести оплату прежде всего в терминале Сбербанка России, в мобильном приложении Сбербанка. Можно также это сделать через личный кабинет налогоплательщика, либо также в электронном виде при помощи специального сервиса уплаты налогов и пошлин, которые также находятся на сайте ФНС России. Существуют еще определенные льготы для физических лиц. Вот изменилось ли что-то в этой сфере? Никаких существенных изменений для обычных, скажем так, лиц в этом году нет. Изменения есть по мобилизованным лицам, я об этом скажу чуть позже. Для большинства лиц льготы, так же, как и в прошлом году, в основном предоставлялись в проактивном или беззаявительном порядке. На федеральном уровне мы получали сведения от Пенсионного фонда Российской Федерации, соответственно, по пенсионерам и по тем лицам, которые являются предпенсионерами. На региональном уровне мы получили информацию от органов соцзащиты, соответственно, по многодетным семьям для того, чтобы также в беззаявительном порядке предоставить им эти льготы. Еще хочется отметить в части предпенсионеров, что в общем случае предпенсионером является человек за пять лет до нового пенсионного срока, скажем так, до нового срока выхода на пенсию. Но в части налогообложения здесь немножечко другая ситуация. В общем случае предпенсионером является лица мужского пола с 60 лет и, соответственно, женщина с 55 лет. Поэтому такая информация, как я уже сказал, приходит к нам из пенсионного фонда. Но если в налоговом уведомлении гражданин увидел, что та или иная льгота по какой-то причине не была применена, то он имеет право заявить о своей льготе, подать заявление в налоговую инспекцию. Еще отдельно хотелось бы напомнить про льготы для многодетных. То есть она касается тех лиц, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей. Такая льгота предоставляется по земельному налогу в размере кадастровой стоимости шести соток одного земельного участка по выбору налогоплательщика, а также в размере кадастровой стоимости пяти квадратных метров квартиры, части квартиры, комнаты и семи квадратных метров в доме, части дома на каждого несовершеннолетнего ребенка. А теперь вот к мобилизованным. Как уплачивают они налоги и какие льготы для них предусмотрены? Тема, думаю, всем будет интересна. На федеральном уровне предусмотрен перенос сроков уплаты налогов для мобилизованных лиц на весь период мобилизации и плюс три месяца. То есть лицо гражданин, которого мобилизовали в рамках частичной мобилизации, после своего возвращения с военной службы получит новое налоговое уведомление, и срок уплаты в этом налоговом уведомлении будет 28 число месяца, третьего месяца после срока окончания мобилизации. На региональном уровне были приняты изменения, согласно которым мобилизованный гражданин полностью освобождается от уплаты транспортного налога за 2021 год на уровне муниципальных образований, практически во всех муниципальных образованиях Рязанской области, в том числе в городе Рязани, были приняты изменения, и льготы предоставляются по земельному налогу на один земельный участок полностью. И еще о льготах. Вы говорите, что проактивно они начисляются без заявки, но есть случаи, когда все-таки заявку надо подать, если не учли какой-то момент. Можно ли ее подать через личный кабинет, или это обязательно посещение? Да, через личный кабинет можно подать заявление на льготу, также множество других документов. Личный кабинет, в принципе, полностью заменяет общение с налоговым органом как бы очно. То есть, можно полностью контролировать через личный кабинет состояние расчета с бюджетом, можно увидеть все свои налогооблагаемые объекты, нужно заполнить декларацию формы 3 НДФЛ и направить ее в налоговый орган, в том числе, соответственно, в связи с получением налогового вычета. В личном кабинете мы видим данные о своих банковских счетах, о справках 2 НДФЛ от наших работодателей, мы можем обращаться в налоговые органы через личный кабинет. Поэтому практически все услуги можно получить, не выходя из дома, через личный кабинет налогоплательщика. И, как Вы уже сказали, пользователи сервиса личный кабинет налогоплательщика еще и первыми видят начисления и могут их оплатить. Вообще-то очень удобно. Давайте напомним, как подключиться к нему тем, у кого его еще нет. В последнее время большинство налогоплательщиков стало подключаться к личному кабинету при помощи логина и пароля от портала государственных услуг. Это очень удобно, потому что любой гражданин, который пользуется госуслугами, может при помощи этих данных войти в свой личный кабинет налогоплательщика, физического лица и пользоваться полностью функционалом этого личного кабинета. Поэтому это очень удобно. И большинство, как я уже сказал, именно так в последнее время подключаются к личному кабинету. Также можно подключиться к личному кабинету, как обычно, при помощи подачи заявлений и получения, соответственно, логина и пароля в любом налоговом органе или в МФЦ. И тогда логичный вопрос, который истекает, а можно ли свои налоги и самоуведомления непосредственно на сайте госуслуг посмотреть, на портале? Пока такой возможности нет. Такая возможность рассматривается. Поэтому в будущем, скорее всего, такая возможность будет. Но в настоящее время начисленные суммы можно увидеть только в личном кабинете. На портале госуслуг мы пока что можем увидеть только задолженность. Если мы, например, по сроку 1 декабря не уплатим налоги, то 2 декабря мы уже увидим задолженность по этим налогам. В ближайшее время такой вопрос рассматривается. Ну и раз заговорили о задолженностях, то спросим о том, что бывает с теми, кто задолжал. Какая работа ведется с теми, кто не уплатил налоги? Ну, прежде всего, хочется сказать, что за каждый день просрочки платежа начисляется спиня в размере 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка России. В адрес таких неплательщиков направляется требование об уплате налога. К слову сказать, достаточно много граждан не уплатило еще налоги за 2020 год по сроку 1 декабря 2021 года. Так вот, в течение текущего года таким налогоплательщикам было направлено около 91 тысячи требований на общую сумму около половины миллиарда рублей. И по этому требованию, соответственно, налогоплательщик должен уже уплатить не только сумму налога, но и сумму пени. Если и на требования налогоплательщик не реагирует, то взыскивать необходимую сумму налога будут тоже судебные приставы за счет имущества налогоплательщика, в том числе за счет тех денежных средств, которые имеются у него на счетах. Поэтому мы призываем всех платить налоги вовремя. И вопрос, несмотря на то, что налоговая служба ведет постоянную разъяснительную работу, все же остаются наверняка вопросы у людей. Давайте напомним, где можно узнать подробнее о имущественных налогах, вот авторитетные источники. На сайте Федеральной налоговой службы организована специальная промо-страница, называется «Налоговые уведомления физических лиц 2022». Там любой человек найдет ответ на любой вопрос по имущественным налогам. Спасибо, Михаил Леонидович. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова